МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 ноября в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» стартовал двухдневный форум-выставка «Многонациональная Россия», организатором которого стало Министерство культуры Российской Федерации. Это первое столь масштабное и представительное мероприятие в сфере национальной политики. Указ о проведении в Российской Федерации года культуры был подписан президентом Владимиром Путиным 22 апреля 2013 года. В указе говорится, что год культуры в России проводится в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всём мире. Одним из наиболее значимых мероприятий, проводимых Министерством культуры Российской Федерации, стала форум-выставка «Многонациональная Россия», которая направлена на содействие гармонизации межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов России и реализацию стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Во-первых, это, конечно, выполнение всех сегодня указов президента, которые касаются стратегии развития национальной политики в Российской Федерации и конкретной реализации тех пунктов, которые сегодня, скажем, актуальны для страны в условиях внешнего давления на Россию, сегодня в условиях оказания информационного негативного потока на нашу страну, и поэтому сегодня сохранение национального единства и сохранение межнационального согласия очень важно не только для Крыма, а для всей страны. И сегодня это как раз является темой для обсуждения. Форум призван продемонстрировать сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации. На основе идей народного единства, межэтнического согласия и российского патриотизма. В мероприятии приняли участие 43 региональных субъекта Федерации, представители федеральной исполнительной власти, депутаты Госдумы и Общественной палаты Российской Федерации, представители посольств и стран СНГ, а также национальных общественных объединений. Первый день начался со знакомства гостей с экспозицией выставки, посвященной самобытной культуре и обычаям малых народов России. Ее органично дополнили выступления творческих коллективов и мастер-классы по кулинарному искусству и народным ремеслам. В рамках этнокультурной экспозиции посетители имели возможность ознакомиться и с предметами быта, традиционными костюмами и самобытной культурой разных народов. Впервые в столице были представлены и крымчане. Крым представлен у нас сегодня экспозицией, такой мини-экспозиции Крымского этнографического музея, предметы декоративно-прикладного искусства. И плюс еще мы привезли сюда несколько проектов. Это видеопрезентации наши Крым многонациональные. Затем привезли коллекцию мастера резьбы по дереву, предметов Юдаики, Томиниченко Евгений, который здесь находится. Он художник нашего музея. И несколько проектов интересных, которые в ближайшее время в Крыму были реализованы. Например, один из них, изданный в 2012 году, я считаю, не потерявший своей актуальности в настоящее время, это фотоальбомы «Лица Тавриды народы». Плюс еще мы привезли представленный в этом году нашим музеем такой проект при поддержке Министерства культуры Республики Крымгота, вышитый рушник в двухсотлетию Тараса Григорьевича Шевченко. И идея этого рушника была такова, что по периметру рушника вышиты фразы из произведений Шевченко Четверослечия на 40 языках народов Крыма. В нашей экспозиции мы показали небольшую часть нашей работы. Основная часть будет демонстрироваться на видео. То есть, ну, все-таки 17 лет работы фонда, это достаточно большой объем. А экспозицию мы построили в основном на наших достижениях в области возрождения крымско-татарских примесел, в частности, традиционного крымско-татарского шитья. Это достаточно уникальные вещи. Вот я держу в руках салфеточку. Она вышита двухсторонней гладью. То есть это такой умирающий вид ремесла. И мы сумели это возродить. И сегодня вот как раз здесь работы наших учеников, наших учителей. И мы показали то, что это ремесло можно уже интегрировать в современную жизнь. То есть это не просто сохранение ремесла ради ремесла. В частности, мы привезли образцы детских крымско-татарских костюмов, которые мы сделали для Крымского этнографического музея. Главным событием дня стало расширенное заседание, в котором приняли участие члены Координационного совета по реализации государственной национальной политики при Министерстве культуры Российской Федерации. Эксперты, лидеры федеральных национально-культурных автономий и межнациональных организаций. Сегодня представители всех субъектов Российской Федерации, которые занимаются вопросом реализации национальной политики. Соответственно, это руководители министерств, руководители комитетов. Широчайший обмен мнениями сегодня происходит по ситуации. Очень много говорят, конечно, о Крыме. Не только потому, что это новый субъект, но и потому, что все-таки Крым имеет колоссальный опыт по межнациональным и межконфессиональным отношениям. И именно опыт в плане сохранения мира и нахождения диалога между людьми разных национальностей и разных вероисповеданий. Поэтому нам очень приятно, что сегодня нам было и слово предоставлено для выступления. Сейчас будет формироваться президиум Координационного совета по вопросам национальной политики Российской Федерации. И в этот президиум от Республики Крым буду входить я, как представитель субъекта Российской Федерации. С интересным информационным докладом «Роль и пути усиления позиций федеральной культурной автономии в деле сохранения российской государственности» выступил президент ФНК «Греков России» Иван Савиди, который обратил особое внимание на духовное и патриотическое воспитание молодежи. В рамках заседания состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Многонациональная Россия», чьи работы были представлены на выставке. Говоря о значении этого события, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир Зорин отметил, что форум-выставка «Многонациональная Россия» вызвал большой интерес у всех российских общественных деятелей, неравнодушных к сфере межнациональных отношений. Надеюсь, что национальная политика в лице Министерства культуры получила надежного и ответственного куратора. 21 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей 4-го межрегионального журналистского конкурса «Слава России». Мы рады сообщить, что в номинации «Великое Отечественное» победителем стал наш соотечественник и мой коллега-журналист Александр Кисмиджи. Среди 500 средств массовой информации два призовых места заняли сотрудники нашего радио «Крым». Качество работы крымских журналистов оценили на государственном уровне. Участие победа в столь крупном соревновании стали первыми за долгие годы. Моя номинация – это «Великая Отечественная война». Туда был представлен цикл передач и имена крымской победы. Он делался в рамках нашей подготовки освещения 70-летия освобождения Крыма. Вы знаете, какой замечательной была эта весна для всех крымчан. И мы были горды тем, что смогли так достойно представить нашу телерадиокомпанию. Вторая награда, которой удостоился Александр Кисмиджи, также сотрудник радио «Крым», вручена за цикл передач «Великие полководцы». Достойно оценила работу сотрудников нашего радио профессиональное жюри, опытные журналисты и знатоки военной истории. Все они, выступая, говоря обо всём, всё время вспоминали Крым. И каждый раз говорили о том, что да, мы сегодня говорим о Крыме не потому, что произошло такое, а потому, что Крым действительно это та часть славы России, которую нельзя оторвать от России. Это та славная часть. И они были все очень счастливы, что сегодня Крым составная часть России. И мало того, что вот сегодня крымские журналисты смогли достойно представить крымскую журналистику и, в частности, нашу телерадиокомпанию вот на таком конкурсе. В Ялте состоялось праздничное мероприятие, посвящённое регистрации в российском законодательстве греческого общества Анаенеси. Подробности далее в нашем сюжете. 27 октября греческому обществу возрождения в Министерстве юстиции было торжественно вручено свидетельство о создании национально-культурного общества греков Ялты на территории Российской Федерации. На празднование этого важного события были приглашены не только греки города Ялты, но и руководители армянского, татарского, осетинского, немецкого и других национальных обществ. Депутат Госсовета Иван Шонус, представители региональной культурной автономии греков Таврида и танцевальный коллектив греческой молодёжи Артемис. Вы уже получили тот статус, который вам действительно по праву принадлежит. Местная национально-культурная автономия греков Ялты. Я от имени греков всего Крыма поздравляю вас с этим событием. Поздравляю отдельно и с днём рождения вашего председателя. Это довольно-таки символично. Я думаю, что она пронесёт этот пост долгие года и принесёт массу полезного для нашей общины, для вашей общины Ялты. Перед собравшимися выступил настоятель храма святого великомученика Фёдора Терона, отец Ростислав. Он благословил православных и подчеркнул, что греки всегда были верными защитниками мира и православия. Член правления общества Возрождения, певец, заслуженный деятель искусства Александр Куптев, выражая свою гордость за то, что общество зарегистрировано на территории Российской Федерации, не мог не начать своё выступление с песни «Я люблю тебя, Россия». Он подчеркнул, что теперь, находясь в новом политическом статусе, греки получат новые возможности развивать свою культуру и язык. Председатель общества Любовь Святайла, доктор наук, генеральный директор международной молодёжной программы по линии ЮНЕСКО, в свою очередь пригласила всех желающих присоединиться к греческому движению и содействовать в продвижении эллинизма на нашем полуострове. 18 ноября возле Донецкого аэропорта попал под обстрел и был убит греческий журналист и фотокорреспондент Афанасий Кассе. Последние четыре месяца он собирал материалы для белой книги, снимал фото и видео о войне. Афанасий Кассе – один из немногих, кто доносил Греции и всему миру правду о событиях в Донбассе. Афанасий Кассе был по своей натуре идеалист, чистый, добрый человек, солнечный лучик. С незамутнённым от окаянных наших будней сознанием. Он, проживающий со своей семьёй последние 20 лет в Греции, приехал навестить свою мать. И, увидев на своей малой родине вселенскую беду, не мог не остаться, чтобы донести до мира при помощи видеокамеры и фотоаппарата все свидетельства, факты преступлений против человечности. Горе постучалось в дверь ещё одних наших соотечественников. Оно постучалось и в наши двери. Не оставим без нашего внимания близких Афанасия Кассе, его мать, его семью. Ведь мы одна большая греческая семья. Никос Сидерополос. Он был настоящим человеком, светлым, жизнерадостным, любящим жизнь и свою малую родину, греческое приазовье. Человек-поступка. Он не мог стоять в стороне. Он не мог быть пассивным созерцателем унижения и уничтожения родного края. Меня душат слёзы скорби. Вечная память. Сократ Лазарити. На этом наша передача завершается. А мы желаем вам доброй недели и до встречи в крымском эфире. Смотрите в следующей программе Эльпида «Восстановление храма святого апостола и евангелиста Луки в селе Лаки», а также праздничное мероприятие, посвящённое 70-летию со дня создания факультета иностранной филологии Таврического национального университета имени Владимира Ивановича Вернадского. В среду в 17.15 на Первом Крымском.